Наш курс посвящён всеми лучам космоса. Весь космос построен космическими лучами, энергиями. Вообще всё есть энергия. Мы с вами — энергия, космос есть энергия, наш планетарный логос, все планеты — это всё энергия. Новая энергетическая картина мира — это картина мира нового времени, водолея, и мы сейчас в ней живём. Я специально использую визуальный ряд, какие-то картинки я сделаю сама, для того чтобы было легче понять довольно сложные космические явления. Поэтому я буду вам показывать некоторые иллюстрации к тому, что буду рассказывать. У нас сегодня будет немного теоретической информации и будут практические медитации тоже. Итак, сегодня у нас с вами первый урок первой ступени четвёртого потока. И основная задача — это понять, что такое энергетическая картина мира. Итак, наш творец, мы его называем логос нашей планеты или творец нашей планеты, чьим, в чьём теле мы являемся клеточками и чьим дыханием мы существуем. Он тоже был сотворён, как и всё в этом космосе. Наш галактический логос, его в эзотерических текстах называют «тот, о ком ничего не может быть сказано». Я специально хочу вам показать эту картинку, в которой наш галактический логос, но мы условно его представляем как имеющий тело Млечного Пути, наш галактический логос устроен в своей структуре, так же, как и любое космическое тело, так же, как и мы с вами, так же, как наш логос Земли. А именно, он имеет чакры или энергетические центры. Ещё раз хочу сказать, что вся Вселенная построена энергетически. Энергии движутся, они активны, но они движутся не хаосно, а упорядоченно. И порядком их является наличие этих центров. Вот почему про человека сказано, что человек сотворён по образу и подобию Бога. Не значит, что у него такие же глазки, такие же ручки и так далее. Это значит, что энергетически мы имеем такие же центры, как и наш Творец земной, и так же, как наш космический Творец. Итак, у нашего великого Творца и Бога, того, о котором ничего не может быть сказано, у него даже имени нет, у него есть тоже чакры. Семь чакр, крупных и тысячи-тысячи мелких, по которым энергия движется. Одна из этих чакр — это наша Солнечная система. В этой Солнечной системе тоже есть чакры. Наш Солнечный Логос тоже имеет семь основных чакр и множество мелких. Маленькие планеты, которые крутятся вокруг нашего Солнца, такие, как, например, наша Земля, их называют небесные люди, каждую планету называют небесный человек. Наша Земля тоже имеет семь чакр.